Всем привет, друзья! С вами снова я, Вячеслав Смылов или Живия. И да, название ролика не кликбейт. Сегодня вот этот монстр отправится на металлолом. А как так получилось и почему именно так произошло, уже некоторые подписчики знают. Правда, только те, которые подписаны на наше сообщество ВКонтакте. Там все новости происходят раньше, там больше эксклюзивного контента. И там только такой контент, только такие мемчики, прикольчики, сторисы, клипы и всё только что возможно. Что только возможно в сообществе ВКонтакте. Поэтому, если вы до сих пор не подписаны на наше сообщество ВКонтакте, сделайте это прямо сейчас по ссылочке в описании. А самое главное, что в нашем сообществе Живии есть общий чат, где вы можете лично пообщаться со мной. Да, это обыкновенная конференция, правда, там всего лишь 6000 человек могут находиться единовременно. Поэтому у нас пока что здесь 500 подписчиков. И вы можете стать одним из тех, у кого будет доступ вот в этот вот секретный чат. Да, друзья, прямо сюда вступаете. И здесь я общаюсь со всеми подписчиками. Привет, братва! Просмотрим, кто мне сразу же ответит. Я думаю, это будет очень быстро. Реально, я со своего ВК отвечаю всем, тем, кто сидит в этой конференции. Но для того, чтобы в неё вступить, нужно, конечно же, сначала подписаться на наше официальное сообщество ВКонтакте по ссылочке в описании. О, сразу ответили. Бумажная ламборгини, ламбо-трак. Сейчас она представлена в таком виде. Вот так вот она выглядит. Вы скажете, ты что, больной? Зачем ты её сдаёшь на металлолом? Что у тебя с головой? И на самом деле, да, её с головой у меня не всё хорошо. И сдать на металлолом её так просто не получится. Почему? Опять же, ответ в вопросе. Потому что она картонная. И сегодня нам понадобятся некоторые инструментарии для того, чтобы отодрать этот картон и оголить металл. Что же послужило нашему роковому такому решению? Потому что, казалось бы, с этим автомобилем можно ещё заниматься, прикалываться, снимать видосы и всё такое. Но, на самом деле, беда не приходит одна. Как видите, автомобиль, если его можно ещё назвать таковым, уже не потихоньку, а так серьёзно начал разваливаться. А сейчас я его попробую завести. А теперь он ещё и не заводится у нас, интересно. Клема старцева? Нет, походу, не знаю. Ну, как вы увидели, он у нас теперь даже не запускается. Ещё вчера он запускался, сейчас какие-то опять провода отгнили, и каждый день всё больше и больше становится различных поломок. Ну, и, естественно, то, что мы накинули сюда колёса большие вот в этом видеоролике. Никому весело от этого не стало. Не, весело стало всем, а вот тачка офигела знатно. Короче, мы не сразу решили её сдавать на металл, конечно же. Мы решили её чинить. Мы отдали за диагностику денег, отдали за датчики денег, отдали, короче, за то, чтобы нам отремонтировали мозги. Короче, суммарно в это всё улетело уже 8 тысяч рублей. И это просто на ветер, потому что ничего не изменилось. Вот как была ситуация, она стала ещё хуже только на самом деле. Вот. И как бы у нас вариантов особо нету, типа перевозить её к другим мастерам, что-то там ещё делать как-то. Это просто дополнительные расходы, которые приведут, ну, ни к чему. Или у нас будет ещё одно ведро, которое будет ездить. У нас их... Ну, не так много, но вёдер, в принципе, много, которые не ездят. Так что мы пришли к выводу о том, что здесь у нас алюминий, алюминий, алюминий. Здесь миндяха, здесь нулевик, здесь радиатор, аккумулятор. В общем, всё это дело нужно очистить вот от этого всего добра. И сдать благополучно на металлолом. Какой специнструмент вам понадобится, если вы тоже захотите сдать автомобиль на металлолом? Само собой, это болгарка. Ну, это самое сложное и самое дорогое. Можно и без неё. Дружище лом, дружище молоток. Ну, и лома разной степени тяжести. Ну, и, конечно же, наша королева. Её высочество. Кувалда. Короче, у вас ещё такой инструмент может понадобиться для разборки. Новые пилочки поставили. Вот. И одно колесо уже сдёрнули. Вообще процесс нелёгкий, я вам так скажу. Вот. Это дело всё надо разбирать. Ещё и местами что-то всё клинит. Вот. В каком состоянии машина на данный момент? Ну, машины как бы и нет, по сути дела, уже. Так что это... Ну, я думаю, наше решение, оно оправдано. Ещё вот, смотрите, припёрся. Кадр мешает работать, короче. Да у неё лонжероны гнилые. Слушай, я тебе в последний раз предлагаю её забирай за 50. Ты мне за неё ещё бабки не вернул. За полтинник забирай. Вот сейчас. Ты мне за неё бабки ещё не вернул. Слушай, ну тогда сам забирай и занимайся ей. Мне не жалко. Вози из моего гаража. Дорого. Да, маме. Вот так. Короче, как обычно, самое интересное, не успели заснять. Мы только что чуть не перевернули эту тачку. Но вот здесь вот видно, что оторвана от, получается, от подъёмника она. Ты что снимаешь, бестолковый оператор? Вот, да. Да, огневина нифига. Вот, короче, сняли колесо. Ну, точнее, я на него руку положил, и оно отпало, блин. И машина клюнула вперёд. И вот такая вот история. Надо спереди посмотреть. Сейчас только на одном колесе держится, получается, эта вся конструкция. Вот так вот. Но эти колёса, я вам всегда говорил, что они тяжёлые. Очень тяжёлые. Ну всё, мы её переобули. Посмотрите, как кайфово теперь она выглядит. Арочки. Ну, там арочки не менялись. Вот здесь арочка-то конкретно выпилилась. И это реально уже какой-то... Мне реально интересно увидеть, как она будет выглядеть, когда мы всё с неё вот это обдерём. Вот таким вот образом. А-а-а! Картон! Это реально картонная ламборгини была. Блин, ребята, почём сейчас бампер на ламборгини? Он уходит в помойку. Ну всё. Машина на своих уже привычных колёсиках, как я и сказал. Приступаем к демонтажу кузова. Ха-ха-ха! Вау! Естественно, ребята, ни в коем случае не пытайтесь повторить увиденное. Всё сегодня, что вы увидите, было сделано профессионалами. Ха-ха! Ха-ха! А-а-а! Дырка! Просто дырка! Как у моей бывшей. Ха-ха-ха! Дверь к ламборгини по распродаже. Всегда хотел себе спортивный спойлер. Теперь он у меня будет. Спойлер. Главная особенность этой ламборгини то, что у неё отсутствует крыша. Ха-ха-ха! От слова совсем. Ха-ха-ха! Её там никогда и не было. Это всё, это всё просто имитация крыши. То есть здесь идут стойки, а крыши тут вообще никогда не было. Вот не буду говорить, кто виноват в наших денежных потерях, но вот за это вот, за это вот, мы заплатили 3000 рублей вот за эту фигню. Точнее за то, чтобы её отремонтировали. А её не отремонтировали. Как бы её отремонтировали, но как бы это не помогло. Не в этом проблема была. Так что, ребята, на будущее выбирайте проверенные сервисы. Вот моя рекомендация, а то можно так на полгода отдать свою машину и по итогу на деньги попасть. Потому что, ну чё, работа была проделана, причём проделана уже другими мастерами. Чё, я пойду со всех сейчас деньги скрипчить? Ну, можно, конечно, но я просто не хочу на это время тратить сейчас. Я лучше раздолблю её до конца и сдам в металл. И подниму эти деньги обратно. Ну, плюс-минус, и ровно в минусе будем. Чё тебе дать? Нож нормально, он не режет. Он не режет. Так ты постарайся. Режет же он. Это я как мечом и махаю, понимаешь, чтобы он резал, блин. О! Кстати говоря, я сейчас это всё выдираю для того, чтобы здесь багажник, чтобы снять крутой эксклюзивный ролик для нашего сообщества ВКонтакте. Опять же, повторюсь, по ссылочке в описании можешь туда пойти и поугарать. Чё мы тут за прикол их снимаем? Ваня! А? Чё такое? Чё свои панталоны тут раскидал? Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Короче, смотрите, какая теперь здесь удобная спортивная посадка, когда мы оттуда выкинули кресло. Вот. Состояние машины сел, поехал. А ты вот на настоящей ламбе ездил на хорошей, там такая же посадка? Здесь лучше. Кстати говоря, вот ролик, посмотрите по подсказочке. Если я реально катался на настоящей ламборгини, здесь лучше всё намного. О, ещё тут провода, короче. Там вот такого нету, да, бардачка? Не, это... Это вот эта штука тоже так внизу не лежит, да? Не-не-не, это специально. Это для удобства, для тестировки. Да. Всё, чтобы для удобства было. Не могу вот музыку забрать. А, во! Во! Всё! Музыка у нас теперь есть. Класс! Держите, Иван. Тут даже ампломбировано, можно сдать по гарантии всё. Знаешь, сколько магнитола от ламборгини стоит? Нет? Да дофига. Ну что? Минус крыш? Всё, крыши нету. Всё, крыши нету. Ну че погуля́'re с проверкой, какой же звероткар. Что такое эгрр? Ээээ, тоже достаточно. А вот это эгрр, говорит! Ххххм, вообще ты уже дурак, причём есть играя. ップевристо? То есть ты хочешь то... Сильно! Так это алюминий он треснет, ты как нафиг делать! И вот всё равно переплавлять будет. А, ну ладно. Вот сейчас кто-то из зрителей смотрит, а у него, может быть, не знаю. Запчастей не хватает на этот автомобиль. Нет, что-нибудь, я думаю, из алюминия сделано. Вот, алюминиевая крышка, я хотел рассказать, ну ладно. Алюминиевая крышка, вот эта, она пойдет отдельно, как и вот эта система впуска инжекторная. Тут всякие пластики и пружинки мы откинем и сдадим это как алюминий. Ну, потому что это стоит не хухры-мухры. Теперь можно заняться капиталом двигателями. А это что такое? Это прокладки. Их надо менять, когда снимаешь. А, да, прокладка-то одноразовая, окей. Что ж, на дубовую уже ее последний раз меняли. С 78-го. Вот, сегодня ролик о том, как мы будем капиталить двигатель. Он живой. Не будем капиталить. Вот то, что тут Ваня говорит, ой, отложения, ой, грязь, так это нормально. Вот тут все отложения, а не там, где крышка была. Что ты мне, Ваня, давай говорил. Говорил, он убитый, ему недолго осталось. Все, двигатель-то новье. Так это вот сейчас, после моих ударов, а так-то они целые были. Это что, не алюминий? Это алюминий, его тоже надо снимать. Нет, а вот это. Вот это? Это надо тоже, как бы, по идее, снять, но чтобы его снять, его нужно рассухаривать. Типа, это очень сложно уже. Понял. Ты самое главное, вот это проверь. Там катализатор, да? Да-да-да-да, катализатор. Я не знаю, как его скручивать. Ну, если кто-то не знает, как его скручивать, значит, никто не дошел до того, как его скручивать. Значит, там золото. Искал медь, а нашел золото. Ну, все, короче. Мы все это дело разобрали, раскидали все, что не нужно. Вот здесь у нас лежат ценные металлы, драгметаллы, алюминий. А здесь лежат, собственно, уже не ценные и не драгметаллы. Вот так вот это дело выглядит. Сняли все, что могли, лишнее. То есть, по факту, весь этот картон, все вот этого, больше здесь этого нет. Здесь уже, по сути дела, только завод и какой-то еще дополнительный металл. Смотрите, как подвеска классно работает. И, кстати говоря, стоек теперь нет ни здесь, ни здесь. Мы решили стойки отпилить, потому что они тоже были облеплены все картоном. И так, думаю, даже еще лучше выглядит. Вот заводилась бы она, ездила, я бы ее так оставил. Честное слово, она бы не стояла бы. Вообще, техничка, во! Я думаю, смотрите, сколько здесь пространства багажного. Просто оно, невероятно, сюда. Хоть что можно просто складывать. Ого, там дыра была. Ну, сейчас дыры тут везде. Вот, это у меня получается не то, что пикап был бы. Это прям вот кузов. И получается вот это все в одном месте. Не совсем понятно, конечно, как рулить. Точнее, как на педаль газа давить. Но это мы выясним, когда будем сдавать на металл. Давайте этим и займемся. Там, Калина. Нет, чиню. Времена тяжелые. Так, мы подготавливаем наш автомобиль к выезду. Давай, закручивай. Автомобиль. Это уже автомобиль, я не назвал. Наш металлолом к выезду мы подготавливаем. Вот. И для этого нам его надо грамотно разместить. Вот, вот здесь вот. Как мы доставим это дело все на металлолом? Как вы понимаете, здесь было установлено кресло водителя. Не просто так. Кресло гоночное, между прочим. Естественно, для того, чтобы просто выкатить во двор. А во дворе мы, конечно же, вызовем эвакуатор. И доставим машину на металлолом. Потому что такому средству по дорогам общего пользования нельзя передвигаться. Мы просто вытащим сейчас вот за трос. Конечно же, за трос вытащим. Только по частной территории будем передвигать на тросу. А по дорогам общего пользования она поедет, конечно же, на эвакуаторе. Я даже снимать не буду это. Да зачем это снимать? Всем и так понятно. Да, просто увезем на эвакуаторе. И все. Все, все хорошо. Да, все нормально. Сейчас медленно едем дальше. Вдоль машин. Не на машины. Тихонько смотри за мной. Ну, думаю, здесь. Испытание нового гоночного прототипа. Пока не заводится. Не заводится? Надо столкача. Столкача надо. У нас тут мотор облегченный поставили. Так да. Ну, как обычно облегчают. Там коленвал или всякую фигню. Здесь просто верх снят. Че-то не едет. Ну, че газуй, Кирилл. Давай газу дай. Ну, о. Хорошо. Не как на других тачках. Но как бы, как бы ее эвакуатор вез. Фит, стоп. Да ладно. Я, если бы не сказал, эти двое бы уже по карманам раскидали бы все гайки сто пудово. Ага, ага. Гайки нам нужны. Между прочим, я недавно узнал, изучал такую тему, как искусство. Так вот, между прочим, то, чем занимается сейчас Вадим Шлаг, это называется эстетика металрасти кор. Представляете? Ну, я придумал просто раньше, знаешь, тренд в тик-токе-то был. Ага. То пачки скручивали. А сейчас будет тренд, вот эти выкручивают. Болты хорошие там. Против лугона. Ну, так это инструмент уже нужен. Инструмент, Ваня, есть. Так что, между прочим, мы занимаемся искусством. Ну, все. Прощай, Ламборджини. Ламборгини. У него уже посчитали, как металл. Если что. Вот. Ну, все, ребят, не знаю. Так вот. Все вроде здесь. Ты чего суету наводишь? Вадим Шлаг. А, короче, это, ребята, думаю, вот так вот и заканчивается история легенд. Не знаю, правда, насколько эту машину можно назвать легендарной. Не, насколько. Почему? А почему? Это один из самых популярных роликов на канале. Там, по-моему, блин, два или три миллиона просмотров вообще на первом ролике. Ну, вот, сто долларов и заработал ты сейчас. Вот такая жизнь. Так и живем. За три миллиона долларов сто долларов платят. Ой. Затремленный. Че опять он спит-то, е-мое? Короче, ребята, всем спасибо за просмотр. Мы поехали. Ну, а сколько заплатили-то, наверное, интересно, конечно же. Я уже убрал. Вон, опустил, да, он? Хорошо. Спасибо. Сколько заплатили? Одиннадцать четыреста, че-то такое. Нет, это не те деньги. Блин, короче, слишком много бабок. Тут у меня другие бабки еще были. Одиннадцать четыреста, короче, округлим. Вот, столько мы получили за и машину, и алюминий. Очень мало, потому что металлолом сейчас стоит шестнадцать пятьдесят. Нам его посчитали вообще по пятнадцать рублей. Короче, вот так вот не очень выгодно мы продали, на самом деле. Но, это, эвакуатор дорогой был бы, если бы мы дальше поехали. Поэтому пришлось вот так вот сэкономить немножко. Что ж, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Хотя вы вспомнили про ламборгини, хотя недавно тоже с ней ролик выходил. Короче, пишите в комментариях, что еще нам сдать на металлолом. И, может быть, что нам купить нового, интересного на вот эти заработанные денюжки. С вами был я, Вячеслав Смилов и Лежи Вия. Вся моя команда Жизнь Вия. Увидимся совсем скоро. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok